привет друзья опять ванная а что делать у нас однокомнатная квартира и здесь только можно уединиться смотрите что я вам покажу это вот в нем духи были баночка для духов маленькая махонькая не знаю сколько лет и наверно лет сто точно от бабушки она открывается запах от старых духов знаете чем пахнет перемешку возможно красным маком немножко еще французскими духе духами маженуар кстати такой один маженуар мне недавно подарила одна очень-очень хорошая женщина спасибо ей я наверное перелью сюда у меня еще есть такие скляночки сейчас вам покажу опять-таки от бабушки такая старая мне кажется это ручная работа или может и заводская не знаю смотрите отсюда стекло видно я сюда как-то влила водички чтоб помыть но зря все равно не отмылась вы не представляете какой-то аромат настоящих духов то что я помню в советские годы было а привет привет кто меня не знает я нарина гирогой сам я журналист не слишком скучно в эти карантинные дни я думаю что можно позабавить себя отвлечься от грустных новостей как у меня кстати это полотенце я купила в узбек текстиле у них очень очень хорошие ткани у нас в армении есть магазины еще один старый флакончик покажу так не знаю насколько он старый но да ведь такие-то французские духи смотрите целуются влюбленные видно ли теперь видно тут водичка осталась но запах хорошо еще у меня ванна есть вот такие духи это духи моей любимой бабушки царствие ей небесное это болгария масло розовое их привезла раньше я их не любила кстати и все время говорила что это не пахнущие духи обманяющие духи они воняют а бабушка злилась говорила это самые настоящие духи потому что из стольких то роз столько масло выходит ну что у меня еще есть в ванной в прошлый раз обесцвечивали волосы у меня хорошо получилось я буду продолжать так как парикмахеру не еду я сама спичок отрезала на кухне на моем рабочем месте сейчас сидит мари не могу туда пойти и взять свои расческу и так далее так что подожду а я армию себя работает а как вы в карантин друг другу не мешаете карантин карантином но работа то остается почему это скляночка постоянно падает но ничего так что я вот думаю я хоть и журналист но мне надоело смотреть эти новости они такие негативные что если ты даже не больной будучи не больным тебе покажется что у тебя именно этот вирус то горло сходит то у души у меня и так на нервной почве с прошлого года когда у меня был отек квинки осталось вот это чувство все время задыхаюсь причем опухают отекает вот эта шейная часть ноги и все начинается паника встаю ставлю под язык валидол чик выпиваю там от давления что-нибудь и что когда пройдет а еще мой любимый метод пройти вот эту паническую атаку на самом деле это паническая атака сугубо из-за того что я не могу вот такой вздох сделать когда ты чувствуешь что воздух проникает в твои бронхи потом легкие в этот момент я делаю дыхательное упражнение выдыхаю сильно сильно до неизмаженности воздух и выдыхаю сильно смотрите как не бойтесь чтобы там кто-нибудь засмеялся если вас увидит главное то что в любом случае поставляя кислород в свои легкие вы поднимаете свой иммунитет и это защищает от многих аллергических заболеваний астмы в том числе и потом сидя дома не всегда же упражнения можно делать но у меня знаете есть мяч такой сильно большой круглый я на нем сажусь так как мне сильно таких упражнений нельзя потому что у меня проблема с позвоночником я делаю упражнения на этом мячике спортивный мячик что я делаю подпрыгиваю на нем и все что хочу ставлю себе наушники слушаю всякую музыку которая у меня там в плейлистах в подборке и где-то полчаса наверное подпрыгиваю на шарики потом по дому делаю какие-то там упражнения кстати одна хорошая вещь все-таки в этом карантине есть я не очень много готовлю готовит Мария она любит готовку и все что хочешь придумает например недавно приготовила японский суп мисо да по моему там капуста отварная вместо свинины у нас свинины в этот день не было говядину она положила но сказала что невкусно лучше не делайте с говядиной а купите свинину а еще там яйцо отварное что еще было имбирь был чеснок был морковка и я поставлю сюда фото этого блюда я не скажу что вау наш борщ конечно же намного вкуснее тем более мой борщ хе-хе-хе как умеет готовить я ну на самом деле не скажу что не совсем вкусно но есть можно а попробовать всякие там другие блюда других наций стоит конечно во второй день она нам спекла пирог с шпинатом шпинат она поклала по моему сыр там был еще что то вот это вкуснятина конечно было я конечно фото сняла и это тоже поставлю рецепт не обещаю можете посмотреть в интернете конечно что еще она у нас придумала а ну вот это я не фотографировала печенье в печенье она запихнула хурму а на тесто она посыпала кунжут обалденно вкусно было вчера она сделала фруктовое желе в желе поклала яблоки киви и что еще там бананы по моему были но это я успела сфотографировать вот так и балуемся так проходит день не ну конечно это слишком грубо звучит что жрем на самом деле я редко когда ем мучного у меня есть хлеба в рационе только лаваш и то не каждый день я в неделю два-три дня ем лаваш остальные дня вообще хлеб не употребляла очень редко рис ем гречку не люблю но иногда ем прознат кстати я смотрела по всяким магазинам тем более в России сказали расхватили гречку так у нас в Армении до этого нету у нас все было да конечно ажиотаж был в начале но просто много людей покупали потому что они же должны были сидеть дома и кормить своих детей все свое семейство а что я вместо всяких рисов макаронов предпочитаю например овсянку не хлоб я беру а вот настоящую овсянку очень очень вкусно получается сильно долго он не варится кстати и перловку это очень полезные продукты еще я обожаю пшено наших домашних я приучила они на все это не смотрели вообще мой муж не очень любит такие вот всякие вещи он меня приучил к мясу я сама не любила мясо кстати сильно а сейчас устала 25 лет живем вместе все таки что еще ну у нас зелень пошла и мы делаем очень много салатов пошел молодой такой лук еще чеснок молодой зеленый пошел все есть и щавель есть и крес салат вот мы любим крес салат на армянском это есть эстрагон тархун вот все есть и петрушка и гинза но мы это все используем конечно я не покупаю огурцов помидоров я не люблю в этот сезон эти продукты и очень мало кстати покупаю сыром в магазине в основном я сыр брала летом когда мы жили на даче у соседей брала домашний сыр потому что мне почему-то кажется что во многих магазинных сырах употребляют какое-то другое масло мне кажется там есть какие-то пальмовые вот эти или кокосовые от этого у меня першит горло и начинается аллергия но у нас просто мы как привыкли армяне очень любим в этот сезон тем более весенний зеленью есть бртуч называется на лаваш кладем сыр можно бринзу зеленью если есть острый перец тицак мы называем то тицак ставим это очень вкусно и заворачиваем как блинчики как-нибудь сделаю для вас посмотрите в общем так и проходит у нас карантин я бы не сказала что сильно успеваю почитать что-нибудь во-первых мне так кажется что же за свои 45 лет все перечитала у меня мама всегда говорила не осталось ни одной книги чтоб ты не перечитала она всегда ходила а я ночью под одеялом с фонариком у меня папа сделал маленький такой фонарик он у меня радиомеханик электрик и с этим фонариком я читала и самые любимые мои книги я перечитывала на каждый возраст у меня что-то особенное была любимая особенная книга вот недавно как-то вот авицену смотрела и вспомнила что один из моих самых любимых книг это хаджана среди он настолько философский и настолько мудро там все подано что эту книгу можно читать и читать главное чтобы вникать и делать оттуда выводы конечно вообще восточные вот эти сказки восточные повести восточные рассказы поэмы я бы порекомендовала сейчас прочесть потому что кажется написано сотни лет назад кажется написано о тысячах веках ну не о тысячах веках а многих веках написано все таки все таки события как будто и про нас ничего не изменилось вот почитайте что-нибудь такое китайских философов китайских писателей на свой выбор просто погуглите потому что в библиотеку точно не пойдете а дома я не знаю какая у вас библиотека а еще я очень очень люблю перечитывать детские книжки армянские сказки очень люблю потому что каждая сказка каждого народа отражает характер этого народа и сколько бы лет и веков не прошло все равно эти люди остаются в принципе одними идеями ниже в характере своего и в поведении очень мало времени остается чтобы что-нибудь по своим материалам писать потому что у нас в доме два компьютера было много компьютеров но осталось два так один мужа он работает а другой нужен моей дочке Мари вы ее знаете там кстати в отделе видео вы можете просмотреть как она поет помимо того что она учится в университете у нее есть хобби петь и она семь лет училась скрипке так что у нас ребенок такой творческий музыкальный и сейчас все уроки делаются в онлайн режиме то есть им нужна эта программа зум то-сё с видеокамерой иногда поэтому она сидит с моим компьютером на телефоне неудобно сидеть так что вот приходится иногда прятаться в ванной не ну на улицу мы ходим конечно мы прорвались на дачу о чем я сняла маленький сюжет качество не очень сильно хорошее но извините пожалуйста не получается то погода то я что-нибудь забуду потому что я то снимаю его на телефон то у меня на камере GoPro а там настройки меняю забываю потом отменить эти настройки потому что у нас программа с арменом есть называется и я делаю его на ночной режим а потом когда надо бывает переключить его на дневной свет и забываю поэтому видео не очень хорошего качества но зато в нем есть что посмотреть интересно это не стандартные видео то что показывают везде и я наверное единственный раз воспользуюсь хэштегом youtube stay home stay home на это видео поставлю потому что честное слово не понимаю этих блогеров которые все время говорят о коронавирусе вирусы они всегда были товарищи биологическое оружие небиологическое оружие это мне уже не интересно знаете почему потому что в большинстве случаев людей как будто нарочно деморализуют и навязывают эти страхи говорят не надо поддаваться панике а на самом деле все выпуски наоборот как будто устрашают ну и что мы один раз родились и один раз умрем на все воля Божья и да спасет нас Господь пока друзья мои подписывайтесь если вы не подписаны очень буду рада если вы поделитесь видео мне говорят снимай на русском вот не поймешь снимаю на русском вроде не очень много смотрят снимаю на армянском иногда смотрят очень хорошо у меня есть видео 15 тысяч просмотров есть до полумиллиона все зависит от названия в начале и наверное не зависит от качества и содержания видео потому что есть на канале про животных отличное видеофильм как вот вы смотрите на на в мире животных и в подобных программах а просмотров на русском у меня 700 с чем-то на армянском 15 тысяч вы представляете эти съемки люди делали год иногда и больше я его в домашних условиях монтировала но качество отличное и озвучка хорошая и все же не очень смотрят с чего почему как угодить что снимать я вот не понимаю я журналист но я не понимаю как журналисты меньше набирают просмотров а блогер нет вам что надо оголиться или что-нибудь такое дурацкое снять или спеть не ну честно простите но я уже сняла больше 21 одной минуты этого достаточно потом проблему будет загрузкой встретимся еще пишите комментарии интересно ли вы провели со мной несколько минут тем более те которые не живут в Армении пока пока ставьте лайки пожалуйста просто так так